Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл наших программ о бизнес-миграции. Сегодняшняя наша программа посвящена Швейцарии, известной также как Конфедерацию Хельветика. Именно так по-латыни называется эта страна. А в дипломатическом обиходе это Швейцарская Конфедерация. Сегодня в гостях у нас Елена Горшкова. Это представитель такой интересной организации, о которой она расскажет чуть позже. Location Promotion Switzerland. Я это называю аналогом Тарк-Прества, но Елена сейчас мне сразу же вырвет остатки волос, потому что это таковым не является. Но чтобы было понятно, что это организация, которая занимается продвижением, скажем так, места расположения своего бизнеса, именно Швейцарскую Конфедерацию. По старой советской памяти у нас этим занималась Тарк-Прества, поэтому я так это и называю. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Я хотел бы напомнить телефон прямого эфира нашей программы 65 10 99 и 6. Вопросы свои можно задавать на сайт финам.фм. Для наших радиослушателей сегодня речь пойдет о бизнес-миграции, то есть, скажем так, передача адресована тем людям, которые уже для себя это решили, а не для всеобщего обсуждения, что плохо это, хорошо, надо, не надо, предатель, не предатель. То есть, вот такую полемику, такие, скажем так, обсуждения я бы не очень хотел сегодня вести, а именно ожидал бы, что наши радиослушатели, которые уже для себя решили, что да, они эмигрируют, там, бизнес, эмиграцией занимаются для себя, то есть, увозят вместе с собой не только там детей, но и действующие предприятия и хотят где-то расположиться в другом месте, нежели в Российской Федерации. Вот как раз для этих радиослушателей у нас сегодня и организована программа. Как раз Елена Горшкова расскажет нам... Извините, Грошкова, извините, пожалуйста. Расскажет нам, почему Швейцария такая хорошая страна, чем она лучше других, почему надо располагать свой бизнес именно там. Ну, может быть, вкратце рассказать о Швейцарской конфедерации. Государственные языки — это немецкий, французский и итальянский. В принципе, на самом деле, политическое устройство и прочие государственные институты можно будет с удовольствием просмотреть в интернете. Я не думаю, что мы будем на это тратить время. Единственное, что хотя бы очень интересно, такой факт, что девиз государства, как у мушкетеров, один за всех и все за одного. Ну, понимаете, тогда, кстати, вот по своей собственной практике, сталкивался с другой позицией швейцарского государства, а именно, знаете, как в мультике «Мадагаскар» «Один за всех и все при своих». Елена, вы должны сегодня развеять этот миф. За довольствием. Елена, почему именно Швейцария? Вот смотрите, вот, грубо говоря, я решил перевести свой бизнес в старый мир, в Европу. Чем же так привлекательна Швейцария, чтобы заставить меня задуматься о расположении? Страна дорогая. Для нашего человека не совсем понятное государственное устройство. То есть, по-моему, 27 кантонов. 26. 26 кантонов. 26 кантонов. То есть, 26, по сути, независимых государств. 26 практически центральных банков. Ну, кантональных банков. Но, тем не менее, только два крупных мировых банка. Не будем он озвучивать их, но это UBS и кредит с визу. Почему же, почему же, вот почему именно Швейцария? Страна маленькая. Миграционное законодательство для переезда очень жесткое. Я считаю, одно из самых жестких в Европе. Может, налоги как-то могут привлечь? Ну, я думаю, есть несколько факторов, которые мы стоит озвучить. И, действительно, мы предлагаем рассмотреть Швейцарию как одну из наиболее выгодных экономических площадок или платформ для ведения международного бизнеса. Я хотела бы, может быть, прежде чем говорить, почему Швейцария, немножко поправить вас в плане о переводе бизнеса совсем или открыть в другом месте. Потому что мы не всегда говорим об этом, о том, что здесь надо все закрыть, а там что-то открыть. Елена, давайте мы, подождите, это я все неправильно сделал. Давайте мы сначала скажем, мы это кто? Вот, это правильно. Значит, я представляю посольство Швейцарии в Москве и с другой стороны я представляю организацию, которая в Швейцарии называется ОСЭК или Switzerland Trade Investment Promotion и является швейцарским агентством по продвижению торговли инвестиций. Вот здесь важно развести, что фасольство в Москве, а это организация в Швейцарии, и эта Швейцария частная, но работает по государственному мандату. То есть она в основном работает на государственные деньги. Уполномочия на Федераконфедерации. Уполномочия на Федераконфедерации. У нее есть мандат от правительства Швейцарии на продвижение экспорт промоушен, то есть помощи швейцарским компаниям выход на мировые рынки и на привлечение иностранных компаний в страну. То есть привлечение инвестиций в страну. Инвестиций в компании, да. И вот это направление называется второе Location Promotion Switzerland, то есть как бы программа о Швейцарии как месте для ведения бизнеса. И вот тут мы подходим к вопросу, почему Швейцария. Действительно, если рассматривать Швейцарию как небольшую страну в центре Европы, может показаться, что это невыгодно там переходить, открывать бизнес. Но Швейцария действительно есть свое преимущество в том, что она имеет центральное расположение. Это значит, что открывая офис в Швейцарии, вы получаете доступ не только к самому швейцарскому рынку, но и к европейским рынкам и к ведущим европейским странам, которые ее окружают. То есть, это центральное расположение. Да, налоговая система тоже может быть привлекательна, но поверьте мне, я веду эту деятельность с 2008 года и действительно представление о Швейцарии как налоговых преимуществах налогового мрая, так сказать, оно меняется в сторону того, что все-таки Швейцария это не только это, но это еще и очень инновационная страна. Вот это очень важно одним из важных лейтмотивов наших программ, которые мы ведем, мероприятия, консультации, что попробовать взглянуть на Швейцарию с другой стороны. Ведь часто, когда у людей возникают проблемы в бизнесе и в жизни или нужно сделать прорыв в решении важных вопросов, а получить конкурентное преимущество это, ох, какой важный вопрос. Ну, скажем так, один из важнейших. Совершенно верно. Поэтому мы предлагаем взглянуть, выйти из ящика, как модно говорить на бизнес-языке, и посмотреть на Швейцарию с точки зрения инноваций. Ведь Швейцария признана одной из наиболее привлекательных как экономической свободы, получила топ-рейтинг как экономическая свободная страна. При этом учитывались самые различные факторы. это и политическая стабильность, да, и защита интеллектуальной собственности. И, конечно, вот этот фактор, что... И последнее размещение долговых обязательств с минусовой доходностью. И, конечно, фактор того, что Швейцария тратит около 3% ВВП именно на научные исследования, на неокр, как мы это у нас называем. И это дает серьезные конкурентные преимущества компаниям, расположенных в Швейцарии. Насколько государство поддерживает свой бизнес? А вот, знаете, здесь тоже вопрос, что значит поддерживать? Вот мы принятые, нам тоже часто говорят, мне приходит компания, а вот даст мне Швейцария денег, чтобы вот у меня такие замечательные инновации. Здесь немножко опять другой подход. Это другой подход. Швейцария тратит на поддержку не деньгами, а она создает условия для того, чтобы компании активнее развивались, в частности, для инновационной деятельности. Что значит это условие? Это поддержка фундаментальных исследований, это очень много как государственные, так и частные фонды вкладывают в это. Швейцария в чем заинтересована? В том, чтобы любые инновации, любые интересные идеи находили практическое воплощение. И здесь идет такое двойное направление. С одной стороны, компании или научно-исследовательский центр что-то предлагает, но с другой стороны, и, так можно сказать, государство иногда проводит исследования и дает заказ на выработку каких-то важных инноваций, которые, как только будут решены, сразу будут воплощены. Вот это очень важное преимущество тем компаниям, и сейчас российские компании в этом видят свой плюс, чтобы прийти и сразу начать работать и получать преимущества. А вот о приходе российских компаний или российских бизнесменов в Швейцарию мы поговорим в нашей следующей части передачи, а сейчас у нас новости. Еще раз здравствуйте, мы продолжаем нашу программу посвященную бизнес-миграции, в этой программе мы затрагиваем такую великолепную страну, как Швейцария, в гостях у нас Елена Грошкова, представитель Location Promotion Свицерланд, который и занимается сейчас ничем иным, как Promotion Свицерланд. Итак, мы остановились, российские бизнесмены или граждане вдруг решили открыть свой бизнес в Швейцарии. Ну, понятно, грубо говоря, изначально собрали информацию, как это у нас типично водится, либо из интернета, либо обратились к юристам, которые работают на Западе, собрали первоначальную информацию и натолкнулись на извечный русский вопрос, что делать? И я уже добавлю дальше. Что делать? Вот, например, мы за эфиром разговаривали, вот великолепный пример, молодые ребята из Новосибирска, компьютерщики, придумали интересную какую-то программу и можно обратиться к нам, ко мне. То есть они напрямую обращаются в посольство Швейцарии, в швейцарский центр содействия бизнесу, и я буду рада помочь им найти правильное место в Швейцарии. Что это значит? Значит, мы с ними можем обсудить их проект, представить его в максимально интересном свете для швейцарских кантонов и составив краткое описание без всяких секретов и ноу-хау о сути бизнеса, я помогаю им показать этот проект в 26 кантонах. Что это значит? Это значит, что Швейцария действительно еще обладает этим преимуществом благодаря своему кантональному устройству, ведь во всех этих кантонах свои законы, свои правительства, свои налоги и свои возможности для каждой компании. Когда ко мне часто приходят люди и говорят, спрашиваю, у вас есть преференции по кантонам? Елена, минутку, вот знаете, вот сейчас прямо вы просто сможете даже почувствовать, как многочисленная аудитория прямо ухом припала к, точнее, припадет к громкоговорителям. Я-то ответ знаю на этот вопрос. Слушайте, а сколько это стоит? Это бесплатно. Да вы что? Поскольку и я, и мои коллеги и сотрудники кантональных агентств по экономическому развитию являются госслужащими швейцарскими и это действительно государственная программа и работаем мы на государственные деньги, поэтому все наши консультации это бесплатные. Так вот, мы говорили о каких кантонах. Я не буду никаких кантонов называть, я не имею права рекламировать ни один из кантонов, но направляя запрос или описание проекта во все кантоны, наши российские компании, предприниматели получают какое преимущество. Им уже потом отвечают только те, кто в этих проектах заинтересован. Потому что кантоны как мыслят, у них у каждого есть свои преференции по отраслям. И как мне говорят, а дайте список преференций. Нет такого списка. Есть преференции внутри кантонов. Вот приходит IT-компания, как мы с вами взяли пример, они смотрят, так, что она предлагает, интересно, IT-интересно, идея интересна, что они хотят, как много рабочих мест они создадут. Вот очень важный вопрос, на который смотрит швейцарская администрация власти. Чем больше, тем лучше. Но не регламентировано, то есть там пять или там... Нет, важно, что это является фактором принятия решений. И фактором принятия решений, насколько та или иная компания, тот или иной проект интересен этому кантону. Это важно. Значит, дальше, следующий момент. Сколько work permit захочет та или иная компания для российских граждан? Ну, то есть разрешение на преживание с целью работы. Да, с целью работы. Мы сейчас не говорим о residence permit, это другая история, о work permit, потому что в Швейцарии существуют квоты, годовые квоты на work permit. И всем гражданам, не только российским, а всем, кто не ЕС, нужны эти квоты. И эти квоты, к сожалению, сокращаются год от года. Но страна-то маленькая. Страна маленькая. Поэтому страна... Я напомню нашим радиослушателям, что коренного населения, по-моему, 7 миллионов, да? 7 миллионов человек. То есть практически часть Москвы. Да. Вот. И поэтому, но они понимают, что для определенных отраслей они могут решить вопрос по work permit, да, и это интересно, а для других кантонов та или иная отрасль может быть интересна, но вот work permit на этот конкретный отрасль нельзя получить или очень сложно. Об этом сразу заявляется. То есть наш потенциальный российский бизнесмен что получает в итоге? Проводка от 7 до 10 предложений от разных кантонов, которые начинают жесткую конкурентную борьбу за то, чтобы пригласить его в свой кантон. При этом честно открывают все условия, что вот это ваш плюс, в этом ваш минус. Давайте рассмотрим. В чем их помощь? Они вместе с вами помогают вам найти необходимую коммерческую недвижимость. Идут вместе с вами, если надо, в налоговые органы. И что очень важно в Швейцарии, налоговый инспектор это человек, который ваш друг, как это не парадоксально звучит, который действительно старается вам помочь создать такую схему. Ну, в нашей стране тоже друг, с таким другом и врагов уже не надо. Ну, в итоге надо создать такую схему, чтобы это работало для компании, чтобы эта компания работала, процветала, и когда они поставят штамп на то, что эта схема утверждена, потом уже, если вы не измените схему бизнеса, эта система не изменится. Вот, это тоже помощь кантонов. Они вам помогут найти партнеров для, вот как вы говорите, если есть что-то предлагать услуги, как, допустим, IT-решение, они помогут найти партнеров внутри тех или иных кантонов. Но, существенно, вот благодаря такой связке, что вот есть я в Москве, можно поговорить, можно поговорить о особенностях кантонов, что кантоны получают, это сразу все и направляются, существенно сокращается время для захода в страну, потому что вы не стучитесь в закрытые двери в те кантоны, которые вас не хотят, вы понимаете свои плюсы-минусы и при этом вы серьезно смотрите на все предложения, которые кантоны вам предлагают и говорите, да, мне это интересно, это неинтересно, вы начинаете торговаться, то есть все происходит так, чтобы вам было хорошо. Ну, это действительно так, тут я могу подтвердить, что, хотя это так звучит, да, с государством швейцарским можно торговаться, да, но звучит плохо, на самом деле, действительно, партнерские взаимоотношения и люди изначально, государственные чиновники, настроены на разговор, на беседу и абсолютно не настроены в отличие от, не будем называть чиновников какой страны, то есть на отторжение и на рассмотрение обратившегося как на врага. Нет, в Швейцарии это действительно по-другому и, что самое интересное, обращаясь, например, опять же, к вам, да, Елена, то есть вы, по сути, форпост здесь, соответственно, вы уже обладаете информацией, какие отрасли интересны, какие бизнес-проекты могут заинтересовать государство, то есть уже как бы здесь... Кантоны, это важно. Хорошо, еще раз напомню, что Кантон, то есть Швейцария состоит из 26 Кантонов, это по сути самостоятельное государство, Швейцария это конфедерация, но может быть просто будет проще, так это я, как буду говорить все время о государстве, как о Швейцарской конфедерации. Соответственно, у вас уже можно уточнить информацию, какие отрасли более перспективны, какие отрасли поддерживаются государством или Кантонами, да, то есть куда лучше направить свои усилия, ну и соответственно, да, если вдруг у кого-то возникла такая идея, что открыть в Швейцарии сыроварню или шоколадное производство, то есть, ну понятно, да, то есть сразу будет дан ответ, что ребята, вы вторгаетесь настолько конкурентный рынок, что с двухсотлетней традиции существуют фирмы, которым, ну просто не переплюнуть, учитывая, что государство маленькое, ну вот уж точно в чем в чем, а в сыроварнях, в молочной продукции, в шоколадной кондитерской продукции, вот искать вам точно нечего. Действительно, с продуктами питания особое рассмотрение проектов. Ну потому что, да, в принципе, на самом деле, как бы и ну опять, я не могу сказать, что это так, что система, ну точнее, продукты питания это основное производство в Швейцарии. Нет, на самом деле, высокотехнологичная страна, страна с очень интересной промышленностью. Почему? Потому что, ну тоже, да, мы затронули, это уже не реклама считается на районе, но мы затронули такое предприятие, как Штайрпух, да, который производит и автомобили, производит всевозможные оборудования, всевозможные электронные оборудования, то есть, в этом отношении, конечно, Швейцария не просто страна шоколадок и горных лыж, как это многие могут подумать. Хорошо, грубо говоря, вот обратились мы к вам, узнали, какие интересные направления для государства, дальше что? я тут имею ввиду, я знаю, что вы недавно возили группу наших бизнесменов в Швейцарию. Дальше у нас есть ряд инструментов, которые еще дальше могут помочь предпринимателям выбрать правильное место, в том числе, действительно, так называемые CEO-trip или поездки российских компаний в Швейцарию, буквально неделя, но вот мы проехали 1600 километров по Швейцарии за 5 дней, смогли посмотреть более 10 кантонов, это много, это действительно все рядом, но это много. Нет, тысячи проехать по Швейцарию действительно, это исколесить страну вдоль и поперек 5 раз. Это действительно, да, мы начали наш путь в Цюрихе, закончили в Женеве, при этом были в самых разных уголках там на востоке, кантон Неграубюнден, который малоизвестен, это не реклама, это просто понять размер возможности посмотреть, но мы посещали компании, мы посещали другие европейские компании, которые рассказывали свои тестимония или истории успеха, почему они именно в Швейцарии, мы посещали кантональные агентства и люди могли сразу задавать как практические вопросы, так и понять, насколько человеческий фактор подходит в том или ином кантоне, ведь с этими людьми им дальше работать, и это очень важно, могут подобраться все условия, но по каким-то психологическим моментам люди не подойдут друг к другу. Здесь Елена не может говорить, но об этом могу сказать я, что как бы разделяясь по сути, на три части, немецкую, французскую, итальянскую, конечно, в одной стране вы встречаете абсолютно разные менталитеты, что, например, принято во французской части, абсолютно не принято в итальянской, с другой стороны, где на вас посмотрят, в немецкой части абсолютно косо, потому что это не соответствует немецкому порядку и представлению о Орднунг Муззайн, то есть порядок должен быть, в итальянской части это пройдет реально в лучших традициях Южной Италии, то есть такого раздолбайства можно встретить только если в Испании, но, тем не менее, то есть вот такие вот особенности внутри страны, они, конечно, могут реально повлиять и на бизнес отношения, то есть кому-то немцы ближе по бизнесу, кому-то итальянцы со своей жизнью радостностью, но, пожалуйста, не забывайте, это все-таки швейцарцы, там столько всего намешано, что прям тоже идти свет, в следующей нашей части мы как раз затронем вопрос, как все-таки поехать, что там с недвижимостью, что как, то есть помогаете ли вы или не помогаете, сейчас мы уходим на новости. мы продолжаем нашу программу, речь у нас идет о бизнес-миграции, говорим мы о стране Швейцарии, как бы, да, напоминая, что мы говорим не про побег из России, да, а это как один из инструментов в определенной, с определенной точки зрения безопасности, то есть размещение бизнеса, как в Швейцарии, но ни в коем случае, да, не закрывание его здесь, потому что я тоже своим клиентам всегда даю рекомендацию, что ребята не сжигайте мосты, чаще всего на, именно на мосточке между двумя государствами здесь, это Россия и Швейцария, можно как раз-то и больше всего разбогатеть, но иногда, и вот в предыдущей части мы затрагивали маленький пример, иногда нашим, опять же, толковым ребятам, в конкретном случае мы говорили про IT, сферу, реально легче и проще начать свой бизнес своим программным продуктом именно под, назовем это крышей, что ли, европейского предприятия. И вот в данном конкретном случае, конечно, по моей практике в Швейцарии я считаю, что это одна из, ну, скажем так, одной из самых лучших локейшн, лучших самых мест, где можно как раз этим и заняться. По нескольким причинам, одна из них, это возможность договориться с государством о размещении, да, как только офиса, то есть, не обязательно присутствовать самостоятельно и иметь, вот как вы сказали, или на рабочую визу, не работать из-за границы, но имея предприятие на территории Швейцарии. И в то же время, вот государство помогает приезжать бизнесменам в Швейцарию, знакомит их с удовольствием со своей страной и, как бы, всячески завлекает. Я, вот у нас, у нас, к сожалению, в стране этим занимается только президент. Я еще ни разу не слышал, чтобы торг-предство наше собирало где-нибудь английских бизнесменов и везло. Ну, это наше торг-предство, да? Я ни в коем случае не хотел оскорбить Location Promotion Switzerland эту организацию замечательную. Ну, про наших почему-то такого я не слышу. Я слышу, что президент привез, что другие президенты привозят с собой делегации. Вот то, что идет планомерная такая вот работа по привлечению толковых ребятишек или бизнесменов к себе в страну для открытия бизнеса, для развития своего бизнеса. Вот с этим я столкнулся на самом деле только в трех странах. Это Швейцария, Австрия и Германия. Почему-то вот три страны немецкоговорящие активно занимаются этой работой. Я напомню, телефон прямого эфира 651099,6 код города 495 написать на сайт нам вы можете задать вопрос конкретно на сайте финам.фм У нас в гостях Елена Грошкова, представитель Location Promotion Свицерланд. Сегодня мы говорим о Швейцарии. Итак, мы съездили с вами, Елена, посмотрели на страну, выбрали, опять же, чтобы сохранять дипломатический нейтралитет, ну, один из 26 кантонов. Дальше. Вот у меня, ну, грубо говоря, и бизнес мой подходит. мой бизнес-проект, он привлекательный для страны. И с экономической точки зрения, и с инновационной точки зрения. Дальше что? Дальше вашими помощниками уже в стране становятся все равно те же самые кантональные агентства по экономическому развитию, которые не только уже помогли вам, допустим, вы приняли решение о каком-то локейшн конкретного расположения, дальше нашли офисные помещения. Помощь в поиске офисных помещений осуществляется? Кантональным агентствам, да. По жилой недвижимости в меньшей степени они могут вас просто рекомендовать вам соответствующее агентство, коммерческой недвижимости тоже они могут рекомендовать компании, могут посмотреть, что сейчас выгодно, все зависит от вашей необходимости. То есть не стесняться задавать вопросы? То есть активно задавать вопросы, они будут действительно рады вам не только помочь сделать первые шаги, но и быть вашими верными друзьями на протяжении развития вашего бизнеса в том или ином кантоне. Ну что в принципе не совсем и неправильно, потому что таким образом государство с самого начала с будущим налогоплательщиком идет рука об руку. Да, ведь мы что делаем общие усилия? Мы создаем историю успеха той или иной компании, ведь вы действительно затронули эту тему о том, что почему надо закрыть или наоборот. Я с этим борюсь пять лет, с этим неправильным пониманием моей деятельности. Все меня спрашивают, а почему я должна что-то закрыть, зачем мне что-то делать? Ни в коем случае этого делать не надо. Швейцарское законодательство позволяет вам ничего не закрывать и в то же время обезопасить себя. Мы как раз говорим о платформе, мы говорим, что если более 50% европейских компаний открыли головные офисы в Швейцарии, то может быть это может быть интересно и вам. Большинство холдингов имеют свои центральные офисы именно в Швейцарии. То есть как раз интересно, допустим, 80% деятельности в бизнес-деятельности вести в России и 20% то есть отдать часть управляющей за счет доступа к квалифицированным кадрам, доступа к технологиям, доступа к логистике, отдать часть функций условно в головной офис или в филиал, как вы его уже построите, это дело каждого бизнесмена. Тут уже юристы вам посоветуют, уважаемые радиослушатели, как это лучше все сделать. И именно в этом случае вы используете Швейцарию как платформу, как создание вашей истории успеха. И очень действительно важное значение имеет то, что с этого момента вы становитесь швейцарской компанией и к вам совершенно другое отношение с точки зрения поставщиков, с точки зрения потребителей услуг. То есть ведь на какой-то продукт по определенной процедуре можно получить Свисмейт, что это очень становится конкурентоспособным для вашей продукции как в высоких технологиях, так и в медоборудовании и так далее. В лазерной технике. Система кластеров, которая как раз существует и хорошо развита и поддерживается тоже, можно сказать, и государством и кантоном, то есть очень помогает. Объясните-ка систему кластеров. Да, очень, допустим, вы хотите открыть компанию в отрасли медоборудования в Швейцарии, да, соответственно, надо посмотреть, где так называемый кластер или кластерная специализация в каком кантоне, в каких кантонах и открыв офис в том или ином кластерной точке, вы получаете доступ к вашим будущим поставщикам оборудования, сервиса, сотрудников, может быть, будущим потребителям ваших услуг, то здесь все работает на продвижение вашей идеи, продвижение вашего проекта. Вот то, что здесь действительно кластерный, это и географическая близость, и близость умов, квалификаций, профессионалов, которые вас окружают. Вот это тоже дает серьезные конкурентные преимущества. Меня так всегда умиляет, когда про Швейцарию говорят близость, но действительно так, то есть там университетские центры, например, чтобы, если кто-то занимается наукой или разработками в области наук, конечно, чем ближе вы находитесь к университету, тем лучше, потому что не только в Швейцарии, но вообще в Европе университеты, конечно, это реальные фонтаны идей, это фонтаны молодежного неутомимого оптимизма, все время какая-то, знаете, как у нас молодежь говорит, движуха, постоянная движуха. Так, значит, определились, то есть, как говорится, государство помогло нам даже выбрать офисное помещение, или хотя бы предоставило выборы из предприятий, которые, риэлторов, которые могут нам помочь. Слушайте, хорошо, вот я приехал, у меня на самом деле хорошая бизнес-идея, замечательные экономические параметры, но вот у меня очень корявенький английский, по-немецки я вообще не говорю, по-итальянски тоже не говорю, молчу уже про французский. есть какая-то возможность, или есть какие-то, может быть, государственные программы, которые говорят, что дружище, ну раз ты такой умный, мы тебе даже, может быть, поможем выучить язык, немножко адаптироваться. Ну, я думаю, что тоже, в принципе, я думаю, что государственных программ вот таких языковых сложно, не просто найти, да, потому что языковые, конечно, знания должны быть у вас, то есть, Швейцария предполагает, что если уж вы пришли в Швейцарию, то вы должны знать как в анекдоте, я его чуть-чуть попозже расскажу за эфиром, что вы должны знать хотя бы английский язык, который действительно совершенно не является нормальным деловым языковым общением, но и постепенно уже выбрав ту или иную часть, вы осваиваете немецкий или французский или итальянский, в зависимости от того, если у меня только один язык, то есть, например, итальянский, немецкий или французский, я потерян в Швейцарии или это нет? Нет, вы найдете свое место, хорошо бы иметь английский по-любому, но, но население говорит действительно на трех языках, соответственно, тот, который оригинальный, как бы первоначальный, больше, лучше, но вы везде найдете понимание, потому что язык ведь тоже, когда ко мне приходят люди, я спрашиваю, есть ли приоритеты, и есть ли приоритеты по языку, люди, а может быть, говорят, а мне же не нравится французский, хорошо, значит, может быть, стоит посмотреть на французскую, чаще, в Швейцарии, это тоже есть, вы правы, вы, Саня, что-то правильно сказали, это особенности менталитета, особенности культуры, и когда вы выбираете комфортное место для бизнеса, оно должно быть комфортно и для членов семьи, и для детей, и для школ, вот в данном случае вы везде найдете, будете чувствовать себя комфортно, но английский лучше знать. Ну, вот в Луганах как раз у меня был такой момент, когда я зашел в магазин и начал спокойно говорить по-немецки, мне пришлось потом все-таки выйти, купить разговорник итальянского и заучить наизусть всего лишь одну фразу, простите, кто-нибудь говорит по-немецки, как только вот люди слышали, что я пытаюсь что-то изобразить на итальянском, ну, тут уже так махали рукой, и говорили, ну, ладно, не мучайся, мы на самом деле по-немецки говорим. То есть вот это вот мое было такое, было очень интересно, то есть когда я пришел и показал, что я пытаюсь как бы говорить на их родном языке, ну, тут уже как бы милостиво говорили, ну, ладно. Конечно, корявенько, нет, это реально тут личное впечатление, и мне тоже запомнилось, прямо в голову вбило вот про капучино. Ну, это так, может быть, меня учил бармен, да, ну, вот местные говорят не капучино, а капучо, а когда я попросил одну чашечку капучо, на меня посмотрели, так сказали, нет, нет, это правильно называется капучино. А на вопрос, мол, а как же вы говорите капучо, ну, это мы говорим капучо, а ты будешь говорить капучино. Ну, так вот, вот такие вот маленькие, ну, зато приятные, да, детальки про страну. Ну, хорошо, все, вы, вы, вы завели нас в страну, ну, грубо говоря, да, вот меня как бизнесмена завели в страну. На этом ваша работа заканчивается, и меня где-то перехватывают местные кантональные службы, или же вы все-таки остаетесь вот таким консультантом на многие-многие годы со мной? Ну, формально моя роль закончена, как только я вас передала на руки кантональным организациям. Ну, эстафетную палочку вы передаете. Кантональным организациям. Ну, на практике, конечно, я в посольстве, я открыта для вопросов, консультаций, ведь часто бывает, что через некоторое время, да, вы можете захотеть открыть другой офис, тоже в Швейцарии, да, вы это можете, и, допустим, известный опыт, известный российской компании, когда в течение нескольких лет был открыт офис продаж, и офис услуг сервиса в двух разных кантонах, поэтому это тоже возможно, и в данном случае моя работа, и я открыта для любых консультаций. Но формально, конечно, это уже дальше роль кантонов, они должны о вас заботиться, и они это делают, это не потому, они с удовольствием это вам помогает. Напоминаю вам, у нас в гостях Елена Грошкова, представитель Location Promotion Switzerland, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, свои вопросы вы можете нам адресовать на сайт finam.fm, разговор у нас идет о бизнес-миграции в замечательную страну Швейцарию, мы уходим на новости, а в следующей части мы уже будем подводить итоги. Мы продолжаем разговор про бизнес-миграцию в конфедерацию Швейцария. В гостях у нас Елена Грошкова, представитель Location Promotion Switzerland. Ну, чтобы это было понятно, я вас все-таки буду называть торг-предством. Я знаю, что это неправильно, но это торговое предстоительство, структурное подразделение, относящееся к посольству Швейцарии, и вот, ну, никто иной, как вот именно Елена, может вам подсказать, что делать и как делать, если вы все-таки решили выбрать местом размещения вашего бизнеса конфедерацию Хельветика. Так, мне нравится это название. У нас звонок от радиослушателя, у него непосредственно вопрос. Алексей, здравствуйте. Доброе утро, Владимир и Елена. У меня к вам вопрос, два, вернее, вопроса. Вопрос первый заключается в том, что если, к примеру, я предполагаю разместить свой бизнес в Швейцарии, возможно ли помощь компании Елены, которая занимается, в том, какие именно отрасли бизнеса необходимы, в каких именно кантомах, то есть, для того, чтобы выйти на наименее конкурентный рынок и предложить наилучшую идею, и уже под эту идею разрабатывать, то есть, под эту необходимость. То есть, дать потребность, ну, то есть, дать статистику потребности, то есть, там, кантом, там, Тичин, там, или Тизин, как по-разному его называют, в IT-технологиях, у кантона Цюрих, например, наоборот, медицинское оборудование, то есть, есть у вас такая статистика, я вот правильно понял ваш вопрос? Да, 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 конечно. Такой детальной статистики нет, но в любом случае, мы, конечно, я готова помочь вам рассмотреть ваш проект в отношении востребованности от слей в том или ином кантоне, да, есть, то есть, как еще раз я повторю, в одних кантонах есть особый интерес к определенным отраслям, и там вы получите сразу готовые преимущества, есть информация. Более того, опять же, благодаря кластерной специализации, мы тоже о ней поговорим, если вы обратитесь, милости просим, то там вы тоже, такая вот информация создается, есть, и вы можете посмотреть, где ваше преимущество вы найдете. Алексей? Да, понятно, спасибо. И вопрос второй. Поскольку я являюсь, скажем так, молодым начинающим предпринимателем, то есть, какой-то уже бизнес здесь есть, соответственно, у меня возникает вопрос, финансовый, то есть, в действительности, вот, если, грубо говоря, с каким минимальным, скажем так, денежным запасом имеет смысл вообще рассматривать как Швейцарию для начала своего бизнеса? Спасибо. Швейцария, дорогая страна, мы уже это обсудили. Конечно, есть некая, так сказать, статистика, ну, так сказать, официальная, назовем так, что меньше, чем с миллионом не приходите, но это, я считаю, что нужно смотреть на проект, на ваш стартап, на ваши идеи, что хорошо в Швейцарии, все-таки индивидуальный подход к вашему проекту, это индивидуальный подход, и мы с вами рассмотрим, индивидуальный подход к кантону, да, государство вам не поможет финансировать ваш проект, но... То есть льготных кредитов не ждите? Да, вот в этом плане, но есть налоговые льготы, есть налоговые каникулы, в хорошем смысле слова, что если вы показываете, что вы Швейцарии или тому или иному кантону, можете принести пользу, да, и в частности создание рабочих мест, и в частности и в вопросе ваших технологий могут рассмотреть вопросы каких-то возможностей, которые вам позволят быстрее развиваться. Свою точку, со своей точки зрения, Алексей, если у вас вдруг действительно признан вот этим замечательным агентством признан проект, и они вас начали тащить, смотрите, при хорошем бизнесе, при налоговых каникулах у вас не будет абсолютно никаких проблем найти финансирование внутри Швейцарии. Это я вам прям по собственному опыту рассказываю. То есть внутри страны вы найдете очень много инвесторов, которые захотят вас поддержать, причем инвесторов не в том смысле, с которым вы сталкивались, возможно, у нас, которые придут и заберут бизнес. А то существуют реально венчурные фонды, которые прям вылавливают молодых, перспективных, с нормальными проектами. При этом речь не идет о том, что вы должны что-то действительно ультраинновативное, какую-нибудь космическую технологию. Вы прекрасно знаете, опять же, знаете, что на охотничьих патронах делаются реально тысячи процентов прибыли. То есть, понимаете, здесь не надо себя ни в коем случае самостоятельно ограничить и говорить, ой, а вдруг мой проект не подойдет. Здесь просто приходите, первоначально вам посольство помогает оценить ваш бизнес, делает это бесплатно, дальше организует поездку, непосредственно знакомит вас с тем кантоном, который, ну, совместно вы выбрали, выбрали, и уже потом вы сами начинаете. Завязки, опять же, да, существует торгово-промышленная палата, то есть, главное, не бояться обращаться. Здесь в Швейцарии не как у нас, где вы обращаясь к чиновнику, вас посылают, извините за грубое выражение. Там реально ответят. Есть также профессиональные ассоциации, извините, я добавлю, да, которые действительно в той или иной отрасли готовы вам помочь, советам. Есть и агентство по инновационным разработкам, которое также может быть вашим помощником. Поэтому действительно не думайте, что Швейцария такая далекая и загадочная страна. И теперь, Алексей, вот мой личный опыт, да, свое предприятие в Цюрихе я открыл с суммарным капиталом, и оно уже работает достаточно успешно. Смотрите, 10 тысяч швейцарских франков это был мой взнос в уставной капитал, 2,5 тысячи швейцарских франков это было примерно у меня ушло на все нотариальные и разные всякие заверения. Ну и, разумеется, билеты на самолет, потому что надо было прилететь туда. Больше, чем реально. Больше, чем реально. Не ожидал такого. Да не за что. Ну вот. Вот, видите, то есть вот почему и тема была выбрана вот именно такая, что многие просто даже не понимают, насколько это с одной стороны, конечно, просто. понятно, что любой бизнес это непросто. Ну вот, люди, начитавшись в интернете, что у тебя там нету миллиона или вот так, как вот я там за эфиром вам рассказал анекдот, что когда шепотом человек в банке в швейцарском говорит, что он хочет открыть счет и положить на него 50 миллионов швейцарских франков, швейцарский банкер говорит, ну, не надо шепотом, да, бедность это не порог. То есть, вот такой стереотип он действительно существует. Единственное, конечно, что необходимо понимать тут, может быть, это, кстати, немножечко мое неправильное, ну, точнее, скажем так, моя ошибка, что название темы бизнес-миграция, да, то есть, многие задумываются о том, что сами самостоятельно уехать. Понятно, что есть и такие люди. Понятно, что через бизнес, то есть, завод бизнес в Швейцарию можно эмигрировать самостоятельно. Путь не легкий, но реальный. Конечно же, абсолютно другие, скажем так, как денежные вложения нужны, потому что, ну, вкратце, скажем, что такое аккордный налог? Вам. Хорошо. Плак в руки. Ну, то есть, такие вещи, как договориться с государством о том, что вы ежегодно отчисляете энную сумму, а за это вам предоставляется постоянное место жительства, да, то есть, такая возможность существует тоже. Называется аккордный налог, и вы самостоятельно говорите с государством, говорите с чиновниками о том, что, ребят, ну, давайте мы не будем парить друг другу мозги, там, я сугубо работаю по вашим законам, вот мне очень хочется въехать просто в вашу страну, сколько это будет мне стоить. И, то есть, такая возможность есть. Тут, конечно, надо понимать, что это, ну, могут быть реально неподъемные суммы, в зависимости от кантона. По моей собственной практике, вот сейчас кантон Цюрих общим голосованием отказался от аккордного налога, но я так думаю, что скоро они введут общим голосованием этот налог снова, потому что сам кантон из-за этого потерял порядка 150 миллионов евро ежегодного дохода. Ну, и, как вы понимаете, да, для города и кантона с общей численностью населения порядка 300 тысяч человек, ну, с округами, с прилегающими, это достаточно серьезная сумма, чтобы было легче ориентироваться, да, представьте, что наша новая переделкина вдруг не получила, не получила 150 миллионов евро, конечно, это существенная потеря, но, вот вам, пожалуйста, как пример действующей демократии, все общим голосованием, все, все голосуется, потом переголосовывается, ну, по крайней мере, вот так вот у них там. Location Promotion Switzerland, Елена Грошкова, это ваше контактное лицо, правильно я понимаю, Елена? Да. То есть, из любого региона России звонят, с вами можно как-то списаться, можно... Да, пожалуйста, можно прислать на электронную почту вопросы, можно позвонить, но более того, мы даже сами приезжаем в регионы, вот в сентябре мы едем в Сибирь, в Красноярск, в Новосибирск, и Екатеринбург с мероприятиями, со швейцарской делегацией, как раз с теми самыми кантонами, и будем проводить и круглые столы, и семинары, чтобы помочь вам выбрать, и создать историю успеха вашей компании, именно в Швейцарии. Именно в Швейцарии. Ну, это действительно возможно, опять же, мы это говорили в нашей прошлой части, о том, что практически все крупные предприятия, созданные по системе холдингов, обязательно представлены в Швейцарии, обязательно, ну, я имею в виду даже, кстати, наши предприятия, то есть мало кто из наших, может быть, даже радиослушатели знают о существовании такого русишекоммерциального, или банк Цюрих, русский коммерческий банк Цюрих, по-моему, если я не ошибаюсь, теперь это Газпромбанк. Да. Но не будем тут рекламу устраивать, но и наши предприятия, представленные в Швейцарии, иностранные предприятия, представленные в Швейцарии, может быть, из-за этого даже некоторые государства мира и ненавидят Швейцарию, потому что вот так вот выстроена экономическая политика в отношении бизнесменов, что многие, предприятия туда рвутся, многие предприятия обосновываются, но, опять же, не теряя своих контактов на родине, откуда они приехали, потому что, опять же, по своей практике знаю, что швейцарские кантоны очень любят, чтобы все-таки вот эта разветвленная сеть оставалась, и бизнес целиком не переводился. Возможно, это связано с тем, что все-таки страна, давайте не будем забывать об этом, ну, для российских понятий, крошечная. Ну, надо еще просто, действительно, иногда я говорю такую вещь, которая иногда является откровением для людей, ведь если вы там и получили возможность питать инновации, технологии, получить квалифицированные кадры, доступ к перворядовым технологиям, вы же это все можете применить здесь, на вашем российском бизнесе и тоже получить конкурентное преимущество. Перевожу с дипломатического, уважаемые радиослушатели. То есть, имея, например, предприятие в Швейцарии, вы уже заходите на ту же территорию Российской Федерации, уже как иностранный инвестор. Соответственно, под защитой всех международных договоров и конвенций, а также имеете все плюсы национального, то есть российского законодательства для поддержки, скажем так, иностранного инвестора. Не важно, что там будет, например, там Иванов АГ, да, но это будет уже Швейцария, это будет швейцарский флаг. Соответственно, под этим флагом вы возвращаетесь как бы обратно к себе домой, но, опять же, как российский юрист, заявляю со всей ответственностью, к сожалению, как россиянин, вы будете лучше защищены как иностранный инвестор, нежели если вы будете здесь работать как российское предприятие. Это, кстати, повод задуматься нашим доблестным думцам, вот как мы назовем наших депутатов, чтобы что-то, наверное, все-таки изменить. Я напоминаю, Location Promotion Switzerland, это подразделение посольства Швейцарии, это ассоциация, которая занимается продвижением и рекламой Швейцарии, ну, в каждой конкретной стране, соответственно, вы представлены при посольствах, это пытаетесь объяснить всем инвесторам и всем заинтересованным людям, почему же Швейцария такой интересный, что ли, такое интересное место для открытия бизнеса. Елена, огромнейшее спасибо, были очень рады видеть вас у нас. Взаимно, спасибо вам за приглашение. Куча вопросов еще будет и за эфиром. Я благодарю вас, мы встречаемся с вами в следующий четверг, на следующей неделе, тема уже будет то же самое бизнес-миграция, но на этот раз мы будем разговаривать с вами о Федеративной Республике Германии. Огромнейшее спасибо, до свидания.